Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки еженедельной главы Тора и Шатра Авраама. И сегодня мы начинаем изучать недельную главу под названием ТЦВ. Я хочу немножко напомнить то, что я говорил на прошлом занятии. Мы вошли в месяц Адар. Сегодня у нас еврейский месяц Адар. И каждый месяц он что-то символизирует. Ну, название месяца символизирует. И месяц Адар символизирует месяц радости. И сказано прямо сказано, что надо прибавить в радости. Многие люди, кто не знает, как это сделать, они удивляются, что как это можно насильно заставить себя радоваться. Но на самом деле можно. И мы как раз в прошлый раз читали с вами один псалом Давида. И там, где сказано, что благоволение возлюбившим имя твое. И мы говорили, что вот это слово благоволение на иврите, оно из тех же букв, что и слово проводник. А в другом месте сказано, что Всевышний Тору поставил выше имени своего. И о чем это говорится? Что именно Тора, она является проводником. Проводником сил души человека, проводником перемен человека. Когда человек берет что-то из Торы и начинает внедрять это в свою практическую жизнь. И там написано в одном куплете, написано три вида радости. По-русски там сказано радость, ликование и торжество. И мы с вами говорили, что это разные уровни. Радость и ликование – это внутреннее состояние от причастия к Всевышнему, от того, что Он является щитом, от осознания того, что Всевышний защищает нас, хранит нас, помогает нам. И это дает особенное внутреннее ощущение. А слово торжествование, вы видите, торжествование, в данном аспекте, оно относится к очевидным переменам вокруг себя. То есть человек не только будет иметь внутреннее состояние блаженства, вот этой радости, но и он реально будет торжествовать окружающим его переменам. Оно так все взаимосвязано. Поэтому я специально хочу напомнить, чтобы вы это все время помнили. Даже говорят еврейские мудрецы, что если есть какие-то судебные мероприятия, то лучше перенести их на месяц Адар. Потому что это счастливый месяц, это хороший месяц, когда есть благоволение Всевышнего. Вот. У меня как раз было одно там судебное разбирательство небольшое. Я как раз дотянул до Адара и уже подал заявление в суд. Ну, раз сказано, значит сказано. Пойдет все быстрее, пойдет все лучше. Ну, и мы вспомним, о чем мы говорили на прошлой главе. Мы изучаем вторую книгу «Пятикнижья». Хочу напомнить, что «Пятикнижья» разбито на 54 недели. У нас на каждую неделю есть вот такая книжечка. Вот сегодня, видите, книга ТЦВ. И здесь комментарий Любавического Рэбе на Тору, на всю главу ТЦВ, разбито на 7 дней недели. И получается, вот таких у нас будет 54 книжки. И таким образом за год мы пройдем все «Пятикнижья» Моисея. И сегодня мы находимся во второй книге, глава «Шмот», книга «Шмот». И мы говорили с вами, что в книге «Шмот» есть три важных этапа. Три важных этапа – это выход из египетского рабства, это дарование Торы, Синайского откровения человечеству. Ну, если со стороны народа, то принятие Торы еврейским народом. И третий большой такой пазл, можно сказать, это построение переносного храма. Целых пять глав этой книги рассказывают в деталях, в тонкостях, что человек, который непосвященный, он даже дочитать до конца без раздражения не сможет. Но я помню, как я долго не мог, вот это трудно даже вычитать. Вот перечисляется каждый крючок, каждая петелька, сделай столько-то петелек из таких-то ниток, и такие-то колечки, и такие-то крючочки, и такие-то балки. И все-все тщательно, детально переписано. И мы только можем догадаться, что учитывая, что Тора в ней все лаконично и коротко, и сжатко, это концентрат, да? И раз это все написано, значит, имеет какую-то большую важность. И без комментариев тут трудно разобраться. Потому что на горе Синай Маше получил внутренние смыслы, то, что называется устной Торы, расшифровкой этого конспекта. И когда мы изучали обоих глубоко, оказывается, мы видим, что каждая деталь – это есть что-то, какая-то ассоциация с какими-то качествами в нашей душе, какие-то качества среди отношений в обществе, и так далее, и так далее, и так далее. Так потихоньку-потихоньку мы с вами двигаемся дальше. И поэтому Маше было сказано – сделай все по образу шатра и по образу каждого предмета в нем. Сделай это навсегда. И вот это интересный момент – образы. Вы же уже знаете, сегодня развита психология, развито ассоциативное мышление. Сегодня есть какие-то общие формулы. Человек говорит одно слово, а у человека целая картина в голове. Так же? Вот эта образность мышления, она нам помогает, когда мы понимаем, что к чему относится язык Торы, то со временем начинается такое хорошее продвижение в нашей голове. И наша глава начинается с таких слов. Там, где Всевышний обращается к Маше, и Он говорит такие слова – «И ты повели сынам Израиля». Вот это слово «повели» – это слово «тецаве». То есть дает приказ. Прикажи, другими словами. Не просто там дай им на выбор подумать. Говорит, прикажи. И они доставят тебе чистое, битое из маслин. Выжатое написано, ну, на иврите сказано, битое из маслин. В этом есть тоже цинц. Чтобы возжигать светильник. Светильник – это минора. Всем известный светильник. Семицвечник. И зажигать его постоянно. И так как наша глава начинается с приставки «и», предлога, «и повели», то мы понимаем, что это продолжение предыдущей главы. Да, это продолжение событий прошлой главы. И мы немножко вспомним то, о чем мы говорили в предыдущей главе, которая называлась «трума», которая тоже начиналась, по-моему, с буквы «и». И пусть возьмут приношение для меня и построят мне святилище, и я буду обитать среди вас. И наши мудрецы объясняют, что это святилище построят, но обитать Бог будет не в святилище, а в вас и среди вас. То есть в душе каждого еврея и во взаимоотношениях евреев друг с другом. В прошлый раз мы об этом с вами говорили. Я, кстати, рекомендую людям, у кого есть желание и время, вот брать прошлогодние уроки, потому что я в этот раз готовил главу ТЦВ и специально не стал повторять то, что мы говорили на прошлом, в прошлый год. А в прошлый год мы тщательно разбирали, там совсем другая тема рассматривалась. Поэтому можно канал YouTube Шатера Врама и взять прошлогодний урок главы ТЦВ и так же самое переслушать. Я, например, сам так часто делаю, переслушаю за один год, за другой год. Ну, не свои уроки, а уроки других раввинов, тех, которые мне нравятся, кого я слушаю. Я буду в ваших взаимоотношениях. И вот что такое во взаимоотношениях среди вас? И здесь у нас появляется слово вообще община. Потому что, интересно, еврейский народ назван общиной. Община еврейского народа. Весь народ – это община. А как мы понимаем, в народе есть разные люди. Есть грешные, есть не очень, есть праведные, есть чуть-чуть праведные. И все это вместе – это община народа Израиля. Как сегодня это явление проявляется, например, в современном обществе? Мы видим, есть сегодня общины, которые собираются по религиозному какому-то однообразию. Христианские общины, мусульманские общины, еще какие-то буддистские общины. То есть по религиозным каким-то, по философским понятиям. Есть по культурным понятиям. Тоже община, можно назвать община, творческая община. Люди часто любят собираться, такие творческие клубы и так далее. Есть, например, по национальным признакам, очень развито. Вот в Канаде есть украинская община. У нас есть азербайджанская община. Люди живут в другой стране, но не собираются в общину. И им для чего-то это надо. Иначе они бы не собирались. То есть есть от этого большая польза. Так же? Откуда мы можем взять пример? Нам интересны образы шатра и образы предметов. Потому что там есть тонкости, что такое община и для чего она нужна. И зачем люди сегодня собираются в общины. Где-то это общины, где-то это превращается в секты. Смотря чем там и что там делают в этой общине. Так же? Но самое интересное, что раз люди собираются, значит им это надо. Их же туда никто не заставляет. Значит, что-то там есть хорошее, что-то есть позитивное. И мы покопаем сегодня внутренние смыслы. Вот возьмем образы еврейской общины. Что же там людей объединяло? Что являлось самым главным? И немножко вспомним, что говорят комментаторы. Что мы видим, вот с прошлой главы начинается немножко новый этап в народе Израиля. Все вместе начали строить вот этот храм. Все вместе, всем народом. И что они начали делать? Они начали отдавать от себя. Они отдавали от себя, строя вот это общее сооружение, которое Всевышний сказал. И наши мудрецы замечают, что интересно, если пройтись вот так по тексту, прекратился ропот в Израиле. Вот с той поры, когда они вышли из Египта, и мы видим, они все время роптали. То они роптали, им не нравился руководитель. Машеты вывел нас умирать. То нету воды. То мясо хотим вместо манна. То они вспоминали в Египте, все-таки же было вроде бы неплохо. То есть все время недовольство в народе. Никакого единства не было. Но после того, когда они получили Тору, а в Торе было задание построить храм. И они начали строить храм вместе. То вообще прекратился всякий ропот. Было время большого единства. Никто не роптал. Все дружно. Каждый знал, что ему делать. А там было же повеление. Мы же читали, что пусть все принесут там то-то, то-то. Кто-то все приносили по пол шекеля серебра. Это все обязаны были. Потом он говорит, щедрые сердцем. Тех, кого, как мы вспоминали, что такое щедрое, вот это слово сердце дышит. То есть сердце вдохновляет принести что-то большее. Пусть принесут золото, серебро, медь, шкуры кожаные. Нитки кто-то приносил. И мудрецы сравнивают. Каждый приносил то, что имел, то, что мог. Кто-то мог золото, приносил золото. Кто-то мог шерсть. А шерсть это же неприятная штука. Ее надо было выделывать. Она немножко пахнет. То есть разные вещи. Но каждый то, что мог, приносил какой-то свой ресурс. Свой ресурс. И это настолько объединило народ. И мы тут можем увидеть, что такое настоящая община. Это когда каждый что-то приносит в эту общину. И отсюда она и получается какой-то хорошей, здоровой. Когда каждый старается что-то от себя принести. Кто-то свои знания. Кто-то свою энергию. Кто-то какие-то свои таланты. Кто-то еще что-то. И сразу прекратился всякий ропот. И вот интересное описание. Мы немножко вернемся. Сейчас оттолкнемся от прошлой главы. Как она начинается? Начинается такими словами. Пусть возьмут приношение для меня. И мудрецы говорят. Тора очень важно. Если есть какое-то лишнее слово. Значит это какой-то намек. Говорят не какое-то странное написание для Торы. Пусть возьмут приношение для меня. Правильно было бы сказать. Пусть принесут мне. А зачем слово возьмут? Ну возьмут и принесут. Но на самом деле мудрецы объясняют, что здесь есть интересный комментарий для нас. Потому что возьмут как бы лишнее слово. И лучше всего нарисовать вот такую картинку. Например, вот часто люди верующие, они же все как бы с Богом согласовывают. Маленькая зарплата, Господи помоги. Не хватает денег там на школу ребенка, Господи помоги. Ну и так далее, и так далее. И часто люди молят собой. Говорят, вот Господь, я хочу иметь там, Ты же всемогущий. Ну оно же так и напрашивается, да? Ты же можешь дать мне, что я вообще ни в чем нуждаться не буду. Это же в Твоем всемогуществе. Я же могу это сделать. Так вот мудрецы нам обещают, что здесь есть как раз для нас урок. Что на самом деле деньги не простая вещь. Деньги не аккумулируют в себе и наш разум, и наши эмоции, и наши желания, и потребности. И всю энергию, которую мы заложили, чтобы их заработать. Поэтому куда деваются деньги, передвижение денег, это на самом деле очень важное явление. И мы можем увидеть, ну например, как еврейский народ. Вот вышли они с Египта. Ну ментальность была рабская. Но они вышли с большим богатством. Мы же видели, да, Всевышний им подсказал, дал стратегию, Моше им объяснил. Они выпросили золото. Выпросили, считаете, что выиграли в лотерею. Вот просто упало им. И что они сделали? Немножко они отошли от моря. На море еще выбросило золото. С египетской армии, которая утонула. И первое, что они сделали, они сделали золотого тельца. Так же. И рассердили Всевышнего. И притянули нечистоту в свою жизнь. То говорится, что человек не всегда, он может пользоваться этими деньгами. И так часто бывает. Вот знаете, как часто бывает. Пока человек там не знал Всевышнего. Ну был грешник. И зарабатывал, как он сам себе решил. И имел какие-то большие финансы. Имел большие финансы. Тратил везде. Потом поумнел. Обратился к Богу. Начал изучать Тору. И исчезли у него финансы. Вот так можно часто увидеть. И человек всегда говорит, елки-палки, когда я был безбожником, у меня столько всего было. Но человек не задумывается. Да, у тебя было, но у тебя был золотой телец. У тебя был золотой телец. И чем это все закончилось? Закончилось тем, что все-таки ты обратился за помощью к Богу. Со всем тем, что у тебя было. Но когда у человека чуть-чуть все проходит, он то помнит, что у него было, а к чему все это привело, он уже забывает. И вот мудрецы объясняют, что когда человек становится верующим, что Всевышний вначале хочет увидеть перемены какие-то. То есть, что человек стал к деньгам относиться уже иначе. Что у него есть какое-то понимание, для чего это все его дается. А Всевышний действительно ответственный за то благословение материальное, которое мы имеем. Потому что все это от него. Он говорит, я благословлю дела твоих рук. Это что значит? Откуда берутся деньги? От труда моих рук? Да, я делаю только сосуд. Но он наливает в этот сосуд. Если я не буду трудиться руками, ему не во что будет налить. Но если я буду трудиться руками и не будет благословения, то я буду трудоголик, я буду в поте лица. Все что угодно. Даже может быть большое количество денег. Но благословением это точно не назовешь. Это будет какой-то золотой телец, какая-то мерзость с виду дорогостоящая. Но ничего хорошего от этого не получится. Я помню, один раввин рассказывал интересную историю. Что собрались богатые люди. Какой-то праздник был. И кто-то зашел в разговор поддержать какую-то детскую программу. И они начали брать обязательства, что каждый в месяц даст такую-то сумму. Ну там какое-то количество людей пообещали какую-то сумму на год каждый месяц давать. И получается какая-то сумма. Уже есть бюджет и можно делать какие-то программы. И один сидит и говорит, его спрашивают, а ты дашь такую-то сумму? Он говорит, ну а как же я могу не дать? Я же, говорит, раньше за ночь в кабаках больше прогуливал. Да, то есть в чем заключается идея. И вот это вот, вот это вот. Вот это сама идея. Это как раз про слово возьмут. То есть другими словами Всевышний говорит, пусть возьмут труму для меня. Что это значит? Если человек принимает решение правильно управлять своими финансами во славу имени Всевышнего, то тогда, говорит, вот тогда я тебе и дам на это. Раз ты уже поумнел и понимаешь, куда и на что вообще даются человеку деньги, вот тогда у тебя будет где взять. И что значит принесут для меня это? Это во многом есть отношения. Когда человек помогает людям, когда он помогает создать общину, в которой он находится. Вот у нас, например, взять сейчас детские программы, молодежные программы. Есть интересные вещи, которые, ну везде надо финансы. А кто за это оплачивает? Оплачивают люди взрослые, которые работают. Вот каждый понемножку дал, вот уже можно что-то оплачивать. Можно содержать здание. Можно покупать все, что необходимо. Можно распространять тору. Все через финансы. Но все на это каждый что-то, немножко свой талант. И, как говорится, с миру по нитке. И вот так вот все получается. Вот я хочу сразу пример привести. Вот простейший пример. Потому что надо понять эту ассоциацию в наше время. Вот есть у нас община, например. У нас есть группа пожилых людей. Здесь, в общине. И у каждого же возраста есть свои интересы. Вот недавно было интересное событие. Просто оно, ну для меня это очень понравилось, очень важно. Вот у нас есть Володя Кордюк. И он мастер, ну парикмахер. У него своя школа. Очень современная, модная, элитная. И он сам взял и предложил. Говорит, вот у нас есть пожилые люди. И я хочу сделать им модельную стрижку. Пришел, подстриг несколько женщин. Они довольны, они счастливые. А мне так это понравилось. Я звоню дочке своей. Она у меня тоже макияжем занимается. Я говорю, я придумал тебе вообще митцву. Потому что это заповедь. Это сразу две заповеди. Во-первых, это дздака. Потому что у него же очень дорогие стрижки. Он потратил на это время. Он мог бы заработать деньги. Поэтому это трума для него. Ну, для Всевышнего. А во-вторых, это еще и почитай родителей своих. И я говорю своей дочке, смотри, я придумал для тебя работу. Ты должна позвонить и предложить. И прийти теперь сделать брови или покрасить бабушек. Сделать это бесплатно. Она говорит, да, папа, классно. Говорит, это большая заповедь. То есть, понимаете, идея. Вроде просто. Но это как раз вот то, про что это глава. Если каждый от себя то, что имеет. Это же надо хотеть. Имеют и могут все. Но другое дело, хочет ли человек, видит ли он важность в этого. А на самом деле Всевышний сказал, пусть принесут. И я буду среди них и среди вас. Я своей дочке честно говорю, ты увидишь, у тебя сразу новые клиенты появятся. У тебя сразу увеличится гонорар. Почему? Потому что пусть принесут для меня. И тогда будет где взять. Почему? Потому что я дам. Если есть правильное направление, то я дам. И как сказал один мой знакомый Равин, говорит, скажи Всевышнему, что я хочу отдавать в месяц тысячу долларов десятины. И увидеть это реально как. Ну, естественно, будь готов к таким цифрам. И, пожалуйста, с Всевышним тоже можно разговаривать на этой теме. Он же с людьми разговаривает на этой теме. Говорит, возьмите приношение, принесите, постройте, сделайте. И все это надо для вас на самом деле. Потому что я буду обитать среди вас. Вот это вот такая интересная идея. Интересный комментарий. Я услышал вчера на уроке во время шабата, зачем нужен был вообще храм. Вот как-то я раньше с такой стороны не рассматривал. Переносной храм, они ходили по пустыне, переносной храм. Был же интересный момент, интересный пример. Они видели чудеса, они видели такую помощь Бога. И только они вышли и сразу золотого тельца сделали. То есть это такая человеческая природа. Сегодня человек молится Богу, просит помощи. Когда у него все хорошо, ему уже золотой телец нужен. И поэтому, чтобы такого не было, чтобы все время было перед глазами вот эта мини-модель горы Синай и все, что там произошло. Всевышний сказал им, постройте храм. Но это один из аспектов. В прошлый урок мы разбирали другой аспект. Чтобы все время, где они не останавливались, всегда этот храм был посреди них. А когда они пришли в землю Израиля, они сделали стационарный храм. И он был тоже посреди них. То есть это мини-гора Синай. Они же прошли, гора Синай осталась физическая. Но вот это вот память о горе Синай, там где Всевышний спустился на гору, евреи поднялись к Всевышнему, где они слышали голос святое святых. Все это было так же само. То есть мини-модель, чтобы люди никогда не забыли. Чтобы они не осуетились работой своей. Чтобы что-нибудь не стало главнее, чем Всевышний. Чтобы все время был этот храм перед глазами. И вот мы сегодня продолжаем тему. Все пять глав. Сегодня вторая глава ТЦВ. Они о храме, о смыслах, о образах храма. И сегодняшняя наша глава начинается со слов ТЦВ. ТЦВ, вот это слово Повели. И есть слово Митсва. Это переводится как заповедь. Митсва, это заповедь. Повели, это ТЦВ. ТЦВ и Митсва. Видите, там есть один корень, это Цавта. Цавта. И слово Цавта, это как связь, соединение. То есть если нарисовать цепь. Вот есть два куска цепи. А одно кольцо раз их и связало. Вот эта связь, связь чего-то с чем-то. Называется Цавта. И поэтому Повели в этом повелении. Можно сказать внутренний, есть скрытый смысл. Свяжи. Повели им, но через это они будут выполнять заповедь. Они свяжутся со мной, с Всевышним. И они свяжутся друг с другом. То есть вот это вот единение. Через вот это повеление. То, что сейчас будет происходить дальше. Мы сейчас дальше узнаем, что он повелевает им дальше сделать. Это продолжение сбора на храм всех вот этих вот деталей. Все, из чего это состояло. И вот это слово Повели. И дальше мы видим, что какое было повеление. Дальше идет речь о важности постоянного возжигания миноры. Это светильник минора. Тоже если разобраться, как говорил царь Шлома, что это за светильник. Светильник это душа человека. То есть когда мы видим вот этот семисвечник минору, мы можем смотреть на минору, а понимать, что это моя душа. И она цельная, потому что там один был стержень общий. А из него выходило семь частей. И это так душа человеческая. Это качество человека внутри меня. И они все время разжигались. Они должны были гореть постоянно. Не потухать. И за этим следила Аарон. То есть это целые события. И вот это слово возжигать минору, оно буквально на иврите имеет такое значение поднимать, возжигать, поднимать души. То есть что-то такое происходило, когда разгоралась эта минора, то душа человека поднималась, она совершенствовалась, она раскрывала все свои различные многосторонние силы души, которые в человеке есть. Ну, например, это и доброта, это и строгость, это целеустремление, это принятие, благодарность. Разные качества. Основательность, влиятельность. Есть разные качества души. Они все прописаны. Есть специальная книга Тания, такая еврейская психология. Там, где все это описывается. Ну, мы сейчас просто, чтобы понимать, о чем речь. И что делал Аарон? Он поднимал, вот все время следил за вот этими фитилями, чтобы он поднимал эти фитильки и направлял их к центральному стволу. То есть, он смотрел за правильным горением этих душ, как говорится. И этим занимался Аарон и его сыновья. Специально обученные люди, которые назывались коинами, назывались священниками, таково Всевышний назначил, поставил, помазал их. То есть, дал им особенные силы и качества на эту работу. И вот дальше интересно. После того, как было сказано, что пусть все принесут масло, повели им, чтобы все, всему народу, чтобы все принесли вот это масло. Масло особенное. Почему там написано битое? Объясняют нам наши мудрецы, как добывали это масло. Маслины ложили в определенный жернов и били вот так вот. И после того, как битый удар, капало масло первого высшего сорта. Очень прозрачное, очень качественное. И именно это масло использовали для миноры, чтобы она светила. Потом брали эти оливы, их еще дальше перетирали. И там еще накапывало масло. Но его уже использовали не в минору, а его использовали для хлебов предложений, которые тоже там были. Его уже мешали с тестом. Оно не было такое прозрачное, такое чистое. То есть, в этом была большая важность. Сколько этому маслу уделяется внимания. Мы понимаем, что это образ очень важный для каждого человека, для каждой души. И он говорит, повели, чтобы все приняли в этом участие. Чтобы весь народ, это приказ, и повели, чтобы они все это принесли. Кстати, очень интересно, я вот думал, как это, ну, у нас же так не принято приказывать. А вот потом я понял, как это происходило. Например, в Израиле, это же вот почему община народа. У них не была религия отделена от государства. У них это было все одно, это народ, законы которого, конституция которого, мораль которого, это все было Тора. Это не были какие-то другие. Вот как у нас есть Конституция Украина, есть там, ну, христиан, например, Библия. Библия это само по себе, Конституция Украины это само по себе. И там есть законы, которые против Библии. В Библии вы нигде не найдете там, ну, про разрешение на аборты, допустим. Ну, как это принято в обществе. Там другие есть, есть какие-то божественные законы. И на них было построено еврейское государство. Вот это важно понимать. Поэтому, когда царь Соломон строил храм, то он взял и сделал налог. Налог, ну, сегодня об этом назвали. Кстати, сегодня в некоторых странах тоже такое есть. Налог на религию. Да? По-моему, если мне не изменяет память, сегодня в Германии такое есть. Возможно, еще где-то. Я просто не изучал этот вопрос. Налог на религию. То есть каждый человек работает, и какая-то часть он отдает государству. А они это распределяют и на кирхи, ну, там, на христианские, и на еврейские, по-моему. И, наверное, и на мусульманские. И на все религиозные организации есть какая-то дотация государства. То есть сам народ содержит... Вот это примерно эта модель, она где-то сегодня внедренена. Ну, внедрили ее. У нас нет такого, но в Израиле было. И сделали специальные налоги. Все приносили. И за эти деньги работали работники. Там их было большое количество. Они строили храм. Это было официально. Так и тут, он говорит, повели, чтобы принесли вот это масло. Потому что это масло, это центральная фигура здесь. Это для всех оно необходимо. Все должны принять в этом участие. Это то, что сказано про масло. А дальше идет идея о собрании всяких материальных ценностей на одежды первосвященников. И тут уже сказано иначе. Пусть мудрые сердцем. И сказано обратись к ним. Не сказано повели им. А обратись к ним с предложением. К тем, кого я наполнил духом мудрости. И сделают они одежды Аарону, освящающие его для служения мне. То есть, что мы видим? На масло повеление всем. А на одежды священников только мудрые сердца. То мы что видим? Есть разные уровни человеческого осознания. Разные уровни человеческого осознания. Ну, сейчас мы глубже немножко разберем это. И дальше мудрецы объясняют, почему на масло повеление принести масло. То ведь зажигает Аарон этот светильник. Написано, Аарон будет зажигать. То почему масло надо принести Маше. Принесите Маше. Маше возьмет и передаст Аарону. И объясняют мудрецы, что есть здесь скрытый смысл. Что у Аарона был потенциал влиять на свечки. Чем свеча отличается от оливкового светильника? Отличается. Потому что свеча там уже как бы сформировано вот это все. А оливковое масло надо разогревать. Надо подержать свечу. Оно сразу не загорается. Фитиль. То есть, другой уровень работы. И объясняется, что у Аарона была сила работать уже с формировавшимися духовными людьми. Люди, которые уже понимают Всевышнего, понимают какие-то принципы. Они работали в храме. Они уже были более зрелые духовные люди. А у Маше была сила приводить к Всевышнему и растапливать души, разжигать души. Самых-самых невежественных людей, самых грешников. И вот это все надо было соединить, эти две силы. Поэтому сказано, масло принесите Маше, а он передаст это Аарону. И это, если разобраться, есть основной смысл. Что люди, весь народ Израиля, что их всех объединяет, они должны постоянно изучать Тору. И разжигать огонь своей души. Это явление должно быть постоянно. В принципе, это явление сегодня должно быть у каждого, любого верующего человека. Потому что есть свойство у человека забывать охлаждаться, переключаться на какие-то другие вещи. Поэтому масло, вот это важное явление. Когда человек, у него есть стабильное, что такое постоянно? Стабильная какая-то идея, когда он изучает Тору. Вот для этого сделана вот эта книжка. Вот, имея такую книжку дома, 7 дней в неделю, хотя бы одну страницу. Здесь на каждую неделю 7 разных пунктов. И притча, и чуть-чуть от закона, и немножко скрытой мудрости, и комментарий к еженедельной главе. Другими словами, человек, имея такую книжечку дома, может постоянно, постоянно разогревать свою душу, постоянно вспоминать. Здесь есть молитва на каждый день. На 7 дней молитва есть. И человек, который молится этой молитвой, он втекает в общий поток молитвы еврейского народа. Потому что Тигелим здесь разбит на месяц, и все 150 псалмов Давида, все это человек включается в эту молитвенную жизнь. То есть, вот эта книжечка, это очень хороший пример, чтобы понять, что такое масло, и что такое огонь, должен гореть постоянно. И душа должна все время разгораться. Все ее вот эти вот разносторонние качества. И тогда будет светло, не только внутри человеку, но от его света будет светло и его окружению так же само. Потому что когда человек постоянно разжигает огонь своей души, постоянно совершенствует себя, он потихонечку меняется, и он может так же само начать потихонечку меняться другим вокруг себя. Потому что огонь, он хочешь не хочешь, он вытесняет тьму. Если человек реально внутри меняется, то и на его работе, и в его доме, хочешь не хочешь, от его внутреннего света, все равно будут просто от того, что он там находится. Просто малейшее влияние, оно будет деятельным, будет, и люди смогут благодаря этому человеку тоже приобщиться к Всевышнему, например. То есть, тем самым человек восстанавливает мир вокруг себя. Не только себя он поднимает свою душу, да, как вот это слово «важать», но и он восстанавливает мир вокруг себя. И интересная идея, что речь идет про одежды. А наши мудрецы объясняют, что такое одежда. Есть такое понятие одежды души. Одежда души – это поведение человека. В чем оно проявляется? Это мысль, речь и действие. Действие, но более очевидное. Но мы иногда недооцениваем, что такое мысль, о чем человек думает, что он говорит. Кажется, вот сделал – это очевидно, все понятно. Но до того, как он сделал, он что-то говорил, он о чем-то мыслил. И это все мысль, речь и действие – это все поведение. Вот я вам в двух словах скажу. Знаете, хорошая молитва перед сном, когда человек просит прощения у Всевышнего. Как человек купается, омывает свое тело, снимает одежды. Точно так же хорошо омыть и очистить свою душу, попросить у Бога прощения. А как это сделать быстро, за пять минут? Ты задумываешься, мысль, речь и действие. В чем ты можешь согрешить? В чем ты можешь его оскорбить? Плохие мысли недостойные, оскорбил кого-то, ярость проявил, еще что-то, лезть какую-то. Ты встал, пять минут задумался, о чем ты думал, о чем ты говорил, поведение. Кому ты где-то на ногу наступил, еще и пару слов сказал в придачу. Ну, я утрирую, да? То есть ты быстро подумал, ты попросил за это прощение, ты смыл себя грязь этих одежд, одежд со своей души. И поэтому вот на одежды Коину, здесь есть интересная ассоциация, давали мудрые сердцем. И когда я читаю вот это слово, там было написано в прошлой главе щедрые сердцем, а здесь сказано мудрые сердцем. А что такое мудрые сердцем? Ведь мудрость – это же состояние интеллекта, а сердце – это уже чувство, эмоции. И сказано, что мудрые сердцем приносили. То есть тут сразу видно три действия. Что приносили, что их к этому побудило? Мудрость, то есть те знания, которые они получали. Это повлияло на их внутреннее состояние. И они приносили с радостью. Они понимали, что принесут и тогда будет где взять. Потом это переросло в состояние радости, в состояние единства сущности. И потом люди с удовольствием приносили. То есть мы здесь видим, как бы есть разные духовные уровни. Вначале человека надо подтолкнуть, ему надо подсказать. И он может делать это, потому что все делают, потому что так принято, потому что попросили. Но без какой-то внутренней радости. Но когда человек глубже понимает смыслы, когда он учится, когда он понимает, как, что работает, вот это масло, это тора, она немножко начинает расплавлять его сердце, то, что символизирует минора. И у человека начинается, меняется жизнь. И он начинает принимать участие, у него вообще все меняется. И отношение к своим ресурсам, и отношение к людям. Меняется его поведение. Это и есть одежда. И в прошлом году мы четко рассматривали каждая одежда первосвященника. Вот там было 8 одежд у него специальных. И что означает каждая одежда? Сейчас уже повторяться не буду, но вы можете это посмотреть на нашем канале. Вчера у нас был интересный урок с Равином Долбером Байтманом. И он дал такое интересное пояснение вот по поводу ковчега, который стоял в Святое Святых. И что было в этом ковчеге? Все знают, в этом ковчеге были скрижали, которые Маше привезли. Они были там внутри. Там еще был ман, еще был посох Харона. Но основное это скрижали. И была такая уникальность у этого ковчега. Там были кольца, и в кольца были вставлены шесты. И как мы говорим, что это же все должно быть какие-то образы для нас. И он привел такой комментарий, что что такое ковчег? Это люди, которые наполнены знаниями Торы. Оно у них все внутри. Это учителя, это раввины, это духовные люди, которые учат. У них внутри есть много этих знаний. А что такое вот это шесты, которые тоже были золотые? Они вставлялись в эти кольца, Но их никогда, прямо написано, никогда их нельзя было вынимать. Их носили, ковчег нельзя было возить. Его носили на руках. Восемь человек, по-моему, его переносили, несли его на плечах, левиты. Его нельзя было ставить на повозку. Носили на этих шестах. Потом заносили его в святое святых. И шесты оставляли. Кажется же, неудобно. Там же потом первосвященнику ходить. Мудрецы говорят, ну это всего лишь раз в год. Но дело совсем не в этом. Дело в том, что их идеологические, вот как мы говорим, образы, это нам дает какой-то урок. И кто это такие шесты? И вот во вчерашнем уроке этот комментарий мы разбирали, что эти шесты, это люди, вот которые приносили труму. Это люди бизнеса. Это люди, которые делают так, чтобы вот это учение, оно могло передвигаться, оно могло распространяться, и оно могло попадать в жизни других людей. И это люди, вот эти мудрые сердцем. И почему они так названы, тоже здесь очень хорошо описано, задается вопрос, почему эти шесты нельзя было приварить, если их нельзя вынимать? То их можно просто приварить, и все, зачем кольца? И зачем вообще возможность их втянуть и вытащить? А вытаскивать нельзя. И нам объясняют, кто такие мудрые сердцем, что они делают это все по своему желанию, по пониманию, через любовь. Они не хотят вынимать оттуда. Они посвящают свою жизнь, чтобы божественная идея, она распространялась и распространялась. У нас есть хороший пример Авраам. Он был богатейший человек. По-нашему он был олигарх. И он одновременно еще был и учитель. И все свое имущество, он построил свой шатер. И все свое имущество, на что у него шло образ жизни? Для того, чтобы покорять души, приобретать души для Бога. Приобретать души для Бога, для того, чтобы язычники бросали свое язычество, становились верующими людьми и могли изучать божественные знания. И на это у него уходило все, и духовное, и материальное, всей своей жизнью. Поэтому он назван отцом множества народа. Отцом множества народа. Какой вывод? Будем немножко подходить к окончанию. Что все эти образы, они полезны на все времена. Они полезны на все времена. Сказано про Аарона так, вот это возжигание светильников постоянно, что Аарон любил людей и приближал их к Торе. Любил людей и приближал их к Торе. И когда вместе с Маше, вот интересный момент, что он приближал всех к Торе. Также в нашей главе есть интересное описание, как делали золотой жертвенник. Он стоял внутри храма, в среднем помещении. Было всего три отдела. И было вот там, где стояла минора, хлебы предложений, там же был золотой жертвенник. И на этом золотом жертвеннике приносили жертву благоухания. То есть был такой специальный состав из одиннадцати трав. И приносили, воскуряли, там не было крови. Один раз в год только там Аарон делал такой, в праздник Йом-Кипур, есть такой особенный день, установленный Богом, когда Аарон приносил на нем жертву, искупление за весь еврейский народ. Вот как первосвященник у него было такое, ну такое, как говорится, юридический статус такой, от Всевышнего. И он приносил там искупление за весь народ. И мудрецы объясняют интересный момент. Вот из всех этих одиннадцати трав были все травы хорошие, вкусные и пахучие. Но один, гальбан назывался, был очень едкий, неприятный, вонючий запах. А сказано, что если хотя бы одного компонента там не будет, то жертва уже благоволения не принималась от Бога. И мудрецы объясняют, что это такое, что в народе есть разные люди. Что когда речь идет о том, что приобщать души, поднимать души, помочь людям приобщиться к Богу, что не надо разбираться, тот такой, тот такой. Знаете, как люди любят, есть такое выражение, ставить крест на человеке. Ну, такой крестик. Я часто очень это слышал. Говорю, а что ты друга своего? Та, это такой конченый, там негде ставить пробы, он никогда не уверует, это вообще такой негодяй. Ну, такие вот. Так вот, это вот неправильное явление. Вот, неправильное явление. Потому что сказано, любил людей, приближал к Торе всех. Наша задача, попробовать повлиять на всех. Иди, знай, сегодня он негодяй, завтра он очень праведный человек и принесет очень-очень много пользы. Почему? Потому что у него произойдет переворот, и он скажет, как вот тот, о котором мы приводили, я столько денег выкидывал, столько энергии выкидывал, на всякую чепуху, а теперь Всевышний мне помог. Так я лучше такую же энергию, такой же жар, я теперь буду делать какие-то полезные, хорошие вещи, с таким же жаром, с такой же энергией. Как сегодня в это время вот сказано, что община народов вместе будут восстанавливать мироздание, как еврейская община, так и община народов. То есть все эти образы, они сегодня актуальны уже для любого человека. Мы с вами живем в такое время. Вот. И человек может не только сам возрастать, но он может служить своим ресурсам, он может подключать к божественной идее разных людей, симпатичных ему и несимпатичных ему. И я хочу привести пример один, это слова первого любавического рэбе. Однажды пришел к нему один хасид, который понес крупные убытки в своем бизнесе. Ну и он стал ему жаловаться на тяжелое положение, на бесчисленные долги. Альтер-рэбе ему говорит, говорит, вы мне рассказывайте о ваших нуждах, но о тех, кто нуждается в вас, ничего не говорите. Делайте то, чего ждет от вас Бог, и он обеспечит вам тем, что нужно вам. О чем это говорит? Что у любого человека есть рядом с ним кто-то, кто нуждается в нем. И вместо того, чтобы просто в холостую теребить небеса, он говорит, вы сделаете что-то для меня и тогда возьмете. Начните помогать другим людям решать их проблемы. А самая большая проблема на сегодня это безбожие. Это безбожие. Если люди верят во Всевышнее, то они чаще всего верят поверхностно, они ничего не изучают, они не работают над собой, там нет ни миноры, ни масла, ни одежды, ничего нет, потому что они об этом не знают. Поэтому, когда ты человека подключаешь в обучающий процесс, у него начинаются хорошие перемены, у тебя начинаются хорошие перемены, и мир становится лучше. Всем хорошей недели.